МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала Кубань-24 продолжает программа на стороне закона. В ближайшие несколько минут расскажем о происшествиях в крае. Меня зовут Вячеслав Ширяев. Здравствуйте. Родители опасные для своих детей. В Крымском районе уже ждет с камней подсудимых мужчина, избивший ребенка. Отчим для пятилетнего сына сожительницы избрал самую жесткую меру воспитания. Кнут и пряник сменил на кулак. 4 февраля этого года женщина ушла к матери, оставив детей с мужчиной. В это время пятилетний мальчик не стал слушаться мужчину, отказался убирать свои игрушки и заправлять кровать. По этой причине обвиняемый нанес ребенку два удара рукой и один удар ногой в область туловища. В результате ребенок получил перелом бедра со смещением, который повлек тяжкий вред здоровью. Еще краевой СК дополнил, что вернувшаяся мать сразу позвонила не в скорую, а бабушке мальчика. Именно она отвезла внука в больницу. Зять к тому времени уже подался в бега. План перехвата рецидивиста состоялся в Новороссийске. Сейчас он в изоляторе, тем временем дело его уже направлено в суд. А вот материалы проверки матери ребенка передали в полицию. Она тоже оказалась необразцовым родителем. Женщину поставили на профилактический учет. Накрылась мифедроном в энергетике. Такой исход получила стандартная проверка на посту ДПС Кущевский. Дорожные инспекторы остановили молодого водителя. Тот нервничал и вечно оглядывался на банку газировки. Осмотрев ее, правоохранители поняли их клиент. Был остановлен автомобиль Ford под управлением 33-летнего жителя города Москвы. В общении с полицейскими мужчина заметно нервничал. Поэтому было принято решение досмотреть транспортное средство. В ходе досмотра сотрудники полиции обнаружили и изъяли несколько пакетов с веществом серо-зеленого цвета. Согласно заключению эксперта, изъятое вещество является наркотическим. Сезам, откройся, а точнее раскрутись. Жестяная банка оказалась тайником для целлофановых свертков. Такие же только побольше нашли и в пассажирском сидении. Содержимое уточнили у самого продавца. Я не знаю. Так, что это такое? Поясни. Не знаю, да? Миседрон. Миседрон. Далейшего потребления или любых? Далейшего. Далейшего. Для одного человека доза, конечно, запредельная. А вот для продажи в самый раз. Почти килограмм миседрона, 125 граммов гашиша и 11 марихуаны изъяли дорожные инспекторы. За такой крупный оборот изобретательному перевозчику грозит до 20 лет тюрьмы. Аналогичный срок ждет и пойманного дилера Ейского района. В его деле главную роль играет не количество, а качество изъятого. Один грамм миседрона, около трех граммов экстази и столько же марихуаны мужчина хотел продать. Две из трех позиций в списке – синтетические психотропные наркотики, что значит очень опасные. За их торговлю пойманный продавец и будет ждать свой срок до конца следствия, сидя в СИЗО. Оружейник без документов – это как сапожник без сапог. В Красноармейском районе задержан любитель огнестрельного добра. Свою небольшую коллекцию мужчина собирал без малейшего намека на оформление. Два гладкостворных ружья и спортивно-охотничью винтовку изъяли правоохранители у несбывшегося конкистадора. К нарезной однозарядной в подарок шли и 220 патронов, кстати, отнюдь не холостых. Их, как и ружья, мужчина продавать не собирал, сохранил, что называется, для души. Вот только в уголовном кодексе поблажки для такого хобби нет. Статья 222, часть 1. И до четырех лет тюрьмы грозит оружейнику. Фемида вершила дважды. Жительница Новороссийска вновь оказалась на скамье подсудимых. Ее гастроли по судам края проходили по делу мошенничества. Этот раз апелляционные, но обвинения все тоже. Подсудимая предложила кандидату в депутаты за денежное вознаграждение в сумме 5 миллионов рублей обеспечить присвоение ему статуса депутата городской думы города Новороссийска путем подтасовки результатов голосования на одном из избирательных участков. Также за эти деньги предлагалось организовать предвыборную агитацию. Рассмотрев материалы уголовного дела, выслушав мнение сторон, суд апелляционной инстанции не согласился с ранее вынесенным приговором. А несогласие суда, значит, отмена предыдущего срока, он был два года условно. С одной стороны повезло, а с другой наказание сменили на реальное заключение. Умыслом нахищения у меня нервы, я искренне хотела помочь, но так получилась ситуация. Я очень прошу вас, не заключали меня под стражей. Женщина держалась до последнего, давила на жалость подрастающих внуков, но факта ее незаконной медвежьей услуги уже не отменили. Краснодарский краевой суд назначил бывшей медсестре два года колонии общего режима. Ее взяли под стражу прямо в зале. Продолжит нашу программу фрагмент интервью с интересным человеком, водителем такси и по совместительству блогером Константином Манукьяном. А как вообще ведут себя пассажиры, помимо, допустим, не те, которые сидят постоянно в телефоне, а те, кто общается, то есть это более агрессивные, более веселые, более общительные, как вы тут сказали. Агрессоров сейчас мало, но они попадаются. Вот об этом давайте поговорим чуть позже, да? Да. В основном это люди, которые либо мы обсуждаем какие-то проблемы города, проблемы вообще транспорта или еще что-то там, политика, наше любимое дело, обсудить, сами понимаете, все умные у нас, да, все знают, как надо управлять страной или городом. Вот. И я стараюсь вытянуть все-таки народ на позитив, потому что у меня работа все-таки прошлая, она связана с праздниками. И получается, получается, мы с народом обсуждаем. Даже у меня караоке, можем попеть песни. То есть у вас такой полный спектр услуг? Ну, можно сказать, что да. Ну, понимаете, за последний год людям и так тяжело там с этими карантинами, всеми делами. Ну, куда еще сейчас я буду им рассказывать, какие у меня проблемы или еще что-то. Ну, наоборот, там у меня есть кто хочет стать миллионером. Давайте поиграем в игру, давайте там песни поедем. Или хотите, я вам передачу вашу любимую поставлю. У меня интернет есть, все как полагается. Вот. Хотите то, хотите. И все, и народ, ну, классно, прикольно, клево. Оценки ставят, комментарии пишут. Ну, как-то... Были, может быть, какие-то необычные просьбы? Были необычные просьбы. Ехал мужчина. Скажем так, мы называем это хорошо продезинфицированный. Товарищи, да. Он, да, заботится о здоровье. Попросил поговорить с его женой, сказать, что он едет один, что он едет на этот адрес. Мы ей отправили скриншот таксометра, где мы едем, с какой точки, в какую точку, потому что она ему не верила. Я поговорил, она сказала, довезите, извините за выражение этого козла. Довезите его домой, потому что он может сбиться с пути. Он такой у нас немножечко дезориентированный парень. Вот. Ну, все нормально прошло, довезли до места. Хорошо. Ну, вот если говорить о лично вашей работе и об опасности, все-таки есть такой момент. Приходилось сталкиваться с чем-то таким, что тревожило нервную систему? Да, были случаи. Были. Меня один раз пытались ограбить. Но это было очень смешно, потому что я тогда комплекция еще был килограмм на 20 больше. Вот. И какой-то парень худощавой наружности, да, мне сказал, доставай там телефон, все, что в кошельке. Я поворачиваюсь, говорю, а угрожать ты чем будешь? Что, взглядом или что? А что тебе? Ну, короче, не важно. Выбросил из машины. Вот. У нас есть для этого группа в соцсетях, в мессенджерах. Если у кого-то случается какая-то беда, мы пишем. Есть кнопка конфликт на агрегаторе, на таксичном. Вот. То есть есть моменты, где можно как бы помочь, попросить прийти на помощь. Вот. Когда это работает, непонятно. То есть может там водитель находиться где угодно. У меня коллегу, может, полгода назад бутылка по голове ударили. У пассажира сзади. Вместо того, чтобы прочитаться, за 300 рублей человеку разбили о голову бутылку. Вот. Но мы никого, к сожалению, не нашли. Потому что, ну, водитель сам виноват. Потому что он не взял по агрегатору, он взял так называемые флажки. Когда руку поднимает человек, останавливается. То есть там ни следов, ничего. То есть он сел, ты не знаешь, кто, что, кто тебе сел. Сейчас технологии такие, что можно отследить пассажира, где он, что он, если он что-то набедокурил. А в данной ситуации нет. У меня вчера был случай тоже. Я приехал на один из торговых центров. Но это не с пассажиром было. Это скандал на, не знаю, там, на стоянке. Там мужчина, я не знаю, как правильно, душил свою жену. Я за нее вступился. Вот. И чуть сам не отгреб. Потому что мужик немаленький оказался. Но мы эту ситуацию подняли. Там съехались ребята-таксисты. Ему объяснили, там, ну, вроде нормально все. Бывает, бывает. Сегодня утром в Краснодаре на Ростовском шоссе произошла массовая авария с участием пяти автомобилей. Водитель Хёнде столкнулся с попутным Киа. После этого машина виновника опрокинулась и врезалась во встречные Тойота, Газель и Шевроле. В результате ДТП в больницу доставлен водитель Хёнде. Сотрудники ДПС возбудили административное расследование. О других дорожно-транспортных происшествиях в Краевом центре далее в программе. Утреннее происшествие на пересечении Садово и Мопро открывает наш первоапрельский дайджест. Что помешало проехать двум автомобилям, не соприкоснувшись, неизвестно. Обратите внимание, серебристая иномарка и отечественная легковушка одновременно поворачивают. При такой ширине проезжей части только при плотном потоке можно прилипнуть к соседу. Тут же машин немного, так как раннее утро. Но, видимо, участников ДТП так тянуло друг к другу, что они не смогли отказать себе удовольствия, притереться, остановиться и пообщаться. Что и было сделано под пристальным присмотром большого брата. Все-таки водителям легковых автомобилей пора запомнить одно простое правило. Если рядом грузовик, лучше держаться от него подальше. Яркий пример с высоты птичьего полета. Медленно поток машин движется по главной. Две полосы вроде как позволяют, не мешая друг другу проехать этот участок. Но, видимо, не всем хватает места. На кадрах камеры единой дорожно-диспетчерской службы видно, как параллельно двигавшиеся многотоник и легковушка начинают опасно сближаться. Причем инициатором этого стал именно рулевой грузовика. Он всей своей массой, пытаясь перестроиться, навалился на младшего товарища. И что характерно, малолетражке деваться некуда. Поэтому на будущее помните, что такое соседство может привести к печальным последствиям. И в завершении обзора совершенно непонятная ситуация на пересечении Мачуги и автолюбителей. На только что загоревшийся разрешающий сигнал светофора стартуют несколько автомобилей. Но не успевающий остановиться грузовик вынужденно проезжает уже на запрещенной. Поняв свою ошибку, его водитель принимает вправо, уходя от надвигающихся машин. К сожалению, рулевой белого седана слишком поздно замечает нарушителя. Но все-таки делает все возможное, чтобы избежать неприятного момента. И это практически удается. Неясным остался только один момент. Было ли столкновение? Ловись рыбка, но только не кефаль. С сегодняшнего дня вылов этого жителя морей запрещен на Кубань. Поймав такую на крючок, вы рискуете вытащить штраф. С 1 по 30 апреля 2021 года запрещена добыча вылов кефалей. Сингиль, лобан, астронос повсеместно. Граждане, осуществившие добычу вылов указанных водных и биологических ресурсов, по незнанию или намеренно допустившие нарушения указанных требований правил рыболовства, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Ущерб насчитают больше, чем обычно. Он будет дополнением к ранее установленным санкциям за подобное браконьерство. На сегодня это все. Увидимся завтра.